Добрый день. Вернее, добрый вечер. Проверим сначала связь. Так, если вы меня слышите нормально, то... Пожалуйста, поставьте плюсик в чате. Спасибо, Кирилл. Ну, сейчас подождем минутку, пока, может быть, кто-то подсоединится, кто немножко опаздывает. И через минуту начнем. Да, будет видеозапись доступна по этой же ссылке на YouTube, по которой сейчас идет трансляция. После того, как трансляция закончится, видео можно будет посмотреть по этой ссылке. Поэтому не переживайте, видеозапись будет доступна. Ну, пока опоздавший присоединяется, я представлюсь. Меня зовут Вадим. Я являюсь разработчиком для платформы iOS. Мой общий стаж работает в этом направлении около пяти лет. Больше десятка разных проектов. Я успел поучаствовать. Работал как в компаниях, так и фрилансом занимался. И сейчас я как раз занимаюсь фрилансом. Есть разные проекты. Но также большой опыт работы в команде. В одной команде был TeamLead. Там была небольшая команда, около трех iOS-разработчиков, кроме меня. Все вопросы пишите в чат. Я буду посматривать на него время от времени и постараюсь ответить на ваши вопросы. Я думаю, что пора начинать. 20 на 4 на моих часах. Итак, что мы сегодня будем делать? Озвученная тема нашего вебинара – это простой фликер-клиент для iOS. Собственно, его мы и будем разрабатывать. У нас будет много практики и мало теории. Значит, что мы сегодня будем делать? Мы создадим приложение клиент популярного сервиса Flickr. Вот примерные шаги нашего сегодняшнего вебинара. Мы создадим новый проект VUX-клоди. Мы подключим менеджер зависимости к Coopods. Это популярный менеджер библиотек для iOS-разработки. Добавим в проект некоторые библиотеки, которые мы будем использовать. Далее мы создадим UI для нашего приложения. Потом мы перейдем к загрузке и обработке данных из сети. И далее мы отобразим полученные данные уже в приложении. По ходу вебинара я буду стараться отвечать на ваши вопросы. Но предположительная длительность – 1,5-2 часа. Надеюсь, что за 1,5 вложимся. Итак, что такое сервис Flickr? Если кто не знает, в двух словах. Это один из самых популярных сервисов для размещения фотографий. И каждой фотографией владелец может добавлять название, краткое описание и ключевые слова, а не же теги для дальнейшего поиска. И, собственно, этим мы и займемся. В нашем приложении мы будем вводить какие-то ключевые слова, отправлять запрос на сервис Flickr, и он нам будет присылать ответ. Далее мы будем отображать этот ответ в нашем приложении. Итак, вот сайт сервиса Flickr.com. Тут можно зарегистрироваться, получить API-ключ для работы с сервисом. И вот страничка, которая описывает весь API, который предоставляет данный сервис. Мы видим, что тут очень много методов. Вот API-methods. Очень много методов. Естественно, мы не будем их все использовать. Мы будем использовать в нашем приложении только два метода. Они у нас на слайде, вот тут написаны. Первый метод, который мы будем использовать, это Flickr.interestingness.getlist. Этот метод мы будем использовать в том случае, когда пользователь не ввел никаких тегов для поиска. И второй метод мы будем использовать, когда пользователь уже ввел теги для поиска. Будем использовать photos.search. Мы можем найти тут наши методы. Вот первый метод. Вот, посмотреть, какие параметры, какие ошибки он возвращает. И вот краткое описание метода. Он возвращает список интересных фоток на текущий день или на дату, которую Юль указал пользователь. Так, и дальше, чтобы мы представляли, что мы будем разрабатывать, есть уже готовое приложение, так скажем, образец. Сейчас мы просто проведу небольшую демонстрацию того, что мы будем делать. Я открываю симулятор. Здесь у меня же есть Flickr App. Запускаю его и смотрим. Сейчас. Прошу прощения. Выгрузим его. Запускаем. И мы видим, что был какой-то индикатор активности. И потом загрузились фотографии. Эти фотографии реально загрузились с сервиса Flickr. Они отображаются вот такой сеткой. Вверху у нас есть переключатель Grid List. Если мы нажмем на лист, то фотографии будут отображаться списком. Примерно вот так это выглядит. Можем пролистать. И те же самые фотографии, только они немножко больше. Обычный список. Переключаемся обратно на сетку. Если мы нажмем на любую фотографию, у нас откроется новый экран, где фотография будет полностью отображена. Вот отображается вся фотография. То же самое и из списка. Нажимаем на картинку и видим полностью эту картинку. И последняя возможность это задать какой-то поиск по ключевым словам или названиям. Например, напишем cat и нажмем search. И вот сервис Flickr нам выдал картинки, которые соответствуют данным ключевым словам. Ну, а именно тут вот всякие разные кошки. Вот это была демонстрация того, что мы сегодня будем создавать. Мы разработаем приложение полностью с нуля, начиная от создания проекта и заканчивая, что приложение будет выглядеть точно так же, как вот на демо. Вот эта ссылка, это ссылка на гитхаб, на код приложения, который вы можете потом скачать для дальнейшего анализа. Просто, чтобы он у вас был. Итак, поехали. Да, вот здесь у меня открыт гитхаб-репозиторий. Вот Flickr App. И тут полностью весь код приложения выгружен. Открываем Xcode и создаем новый проект. Create New Xcode Project. Вот нам предлагают разные типы проектов. Для нас достаточно Single View Application. Нажимаем Next и пишем название нашему приложению Flickr Client. Все, коры даты нам не нужны. UI тесты, юнитесты не надо. Нажимаем Next, создаем. Гит-репозиторий тоже не нужен. И вот мы создали пустое приложение, пустой проект. Сейчас мы его сбилдим, проверим, что все работает. И даже можем запустить на симуляторе. И мы увидим просто белый экран. Что в принципе ожидаем. Выключаем. Теперь наша задача подключить менеджер в сторонник библиотек, который называется Каково ПОЦ. Это очень популярный, широко используемый менеджер. Мы, конечно, можем обойтись и без него, но можем подключить его и использовать некоторые из доступных библиотек. Для того, чтобы нам подключить менеджер Каково ПОЦ, нам надо закрыть проект и открыть терминал. Вот я открыл терминал. Сейчас я перейду в каталог с проектом. И так, у меня тут есть ссылка. Вот. Каково ПОЦ.дот.орг Это сайт, на котором, собственно, есть описание, как его инсталлировать, как подключать. И вот здесь у нас, где вкладка Get Started, мы можем прочитать, что нам нужно выполнить команду под init, которая создаст некий подфайл. И этот подфайл, это обычный текстовый файл, в котором мы перечислим те библиотеки, которые мы хотим подключить в наш проект. И все. И потом просто делаем команду под install, которая скачивает и подключает библиотеки, запускаем workspace и все готово. Сейчас мы это все проделаем. Итак, мы пишем под init. у нас создается подфайл. Можно посмотреть, что он появился подфайл. Теперь нам надо его отредактировать. Можно и по-разному. У меня есть мой любимый редактор sublime. Я запущу через него. И мы видим, что тут текстовый файл какого-то формата. И вот здесь после комментария, вот это комментарий считается после вот решеточки. Вот pods for Flickr Client. Здесь просто перечисляются те библиотеки, которые мы хотим подключить через этот менеджер. Итак, давайте посмотрим, какие библиотеки мы будем подключать. Первая библиотека это AlamoFile. AlamoFile это самая популярная библиотека для работы с сетевыми запросами. Мы видим, что у нее 26 тысяч лайков на гитхабе. Это очень много. Смотрим, как ее подключить. Здесь есть installation. Мы видим, что нам достаточно просто написать под AlamoFile. Копируем эту строчку, открываем наш подфайл, вставляем. Следующая библиотека, которую мы подключим, это SwiftJson. SwiftJson это очень удобная штука для работы с джейсонами на Swift. Точно так же смотрим, как ее установить. Нажимаем здесь integration и вот под SwiftJson копируем, вставляем вот файл. То есть при помощи AlamoFile мы будем делать сетевой запрос. При помощи SwiftJson мы будем парсить полученный ответ от сервера. Следующая библиотека, которую мы будем использовать, это ProgressHut. ProgressHut это библиотека, как видно из скринов, которая просто показывает индикатор активности. Она очень удобная и очень часто используется в разных приложениях. так, и вот установка через CocoaPods. Нам нужно вот это прописать в нашем подфайле. И последняя библиотека это Kingfisher. Kingfisher это очень удобная библиотека для загрузки картинок сразу в ImageView. ImageView это UI-компонент стандартный iOS-овский. Kingfisher загружает сразу картинку, он делает это асинхронно. Достаточно просто передать URL. Вот. Ищем Installation Guide. Вот Pod Kingfisher. Копируем. Вставляем в наш подфайл. Сохраняем подфайл. Можно закрыть. Теперь идем обратно в терминал и выполняем команду PodinStall. Вот у нас нам пишут, что установились AlamoFi, Kingfisher и другие библиотеки. Вот. И что нам нужно теперь, чтобы это все работало, открывать файл Flickr Client Workspace. Сейчас посмотрим, как это выглядит в тендере. Вот у нас появился новый файл Workspace и добавились добавилась еще папочка с подами, куда они все выкачаны и добавился наш подфайл. 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 файл, в котором перечислены версии библиотек, которые установлены. Теперь запускаем Workspace. Мы видим, что у нас немножко поменялась структура проекта. Тот код, который был прежде, он у нас остался вот здесь. У нас добавился еще один новый проект Pods, где вот есть наш подфайл, например, и мы можем прямо из Xcode теперь редактировать, если что-то нужно нам поменять. А весь наш код остался тут, и он не тронут. Теперь мы можем скомпилировать приложение, просто чтобы убедиться, что все работает. У нас появился один warning, посмотрим, что это значит. Xcode нам предлагает оптимизировать, какие-то настройки. Мы позволим им это сделать, warning ушел, скомпилируем еще раз. Все, теперь в нашем проекте подключены 4 библиотеки, которые мы будем использовать. В принципе, ничего сложного, с какого Pods'ом работать удобно и приятно. И очень удобно можно в этом подфайле указывать разные версии библиотек. То есть, если вам надо обновить библиотеку или наоборот установить какую-то определенную версию, все это можно делать через Podfile. Для дальнейшего изучения возможностей какого Pods'а я вас отправляю на этот сайт какого Pods.org Тут, кстати, есть вот такая строка Search и можно написать, например, Image и он будет искать все библиотеки по указанному поведенному тексту. Он предлагает вам сразу сколько различных библиотек. То есть, это очень удобно. Итак, следующий наш шаг. Вопросов в чате нету, поэтому идем дальше. Следующий наш шаг мы сделаем UI для нашего приложения. UI можно делать по-разному в iOS приложениях. Мы будем использовать самый распространенный метод через Storyboard. Открываем Storyboard и видим, что у нас тут есть один пустой ViewController. То есть, один пустой экран с бэкграундом белого цвета. теперь откроем симулятор и откроем то приложение, которое я показывал в качестве конечного для демонстрации. И посмотрим, что у нас тут есть, какие элементы, чтобы понять, что нам нужно сверстать. Итак, мы видим, что в приложении, которое мы пытаемся создать, у нас есть, во-первых, Navigation Bar. Navigation Bar это вот этот бар, который вверху находится, который отвечает за навигацию. То есть, у нас в приложении есть два экранчика, между ними есть навигация. Когда мы нажимаем на какую-то картинку, мы переходим на следующий экран. И в этом Navigation Bar у нас появляется стрелочка назад, по которой мы можем вернуться на предыдущий экран. Так, в этом Navigation Bar у нас есть переключатель, который у нас регулирует, как у нас картинки отображаются, либо сеткой, либо списком. И потом у нас, соответственно, есть коллекция картинок и Search Bar. То есть, это бар для поиска. Сейчас мы попытаемся такой же UI сделать storyboarding. Итак, первым делом нам надо добавить Navigation Bar. Самый простой способ это сделать, это выделить наш ViewController и в меню X-Code нажать вот Editor, Embed и Navigation Controller. И все. X-Code добавил Navigation Controller. И теперь мы видим, что вот этот Navigation Bar он появился сам. вот здесь справа внизу у нас есть доступные объекты. Это UI-компоненты, из которых мы строим интерфейс. И здесь нам надо найти сегмент, вот он выглядит вот так, и просто перетащить его в наш Navigation Bar. И вот у нас появился сегмент Navigation Bar. И теперь нам надо изменить текст, который там написан. Вот здесь есть Title, вот это такое Property, которое как раз таки отображает текст. И мы пишем, что у нас весь grid, и второй элемент у нас будет называться List. Вот, примерно вот так, Grid List. Вот у нас появился переключатель. Теперь нам надо добавить Collection. Collection это такой UI-элемент, который отображает коллекцию каких-то элементов. То есть это есть табличка, которая называется TableView, но это привычная всем табличка, которая скролится вверх-вниз, а CollectionView он может скролиться как вверх-вниз, так и вправо-влево. Мы перетаскиваем CollectionView на наш экранчик и здесь нам надо задать Constraint. Нам реально надо, чтобы CollectionView он занял все доступное пространство, поэтому мы внизу здесь нажимаем кнопочку Add New Constraints у нас вылазит подсказка и просто задаем 0,0,0,0,0. То есть мы CollectionView растягиваем всю доступную область и вот он автоматически растянулся и занимает все доступное пространство. И теперь если экран переворачивается, CollectionView точно так же ресайзится и все равно занимает все доступное пространство экрана. У CollectionView есть такой элемент как CollectionViewCell. Это непосредственно та ячейка, которая отображает какие-то данные. И вот она автоматически у нас создалась вот здесь. Мы просто сделаем ее побольше, чтобы было видно. Вот. Это наша ячейка. и посмотрим на приложение. У нас ячейка очень простая. На всю ячейку у нас расположен ImageView и в принципе все. Вот и весь дизайн ячейки. Поэтому нам нужно сюда добавить Image. Вот у нас ImageView. Добавляем его на ячейку. Добавили и точно так же добавляем Constraint и растягиваем его по всей доступной области. Растянули. Вот дизайн ячейки у нас готов. Ячейка у нас выглядит вот так. Это просто просто Image. И теперь мы добавим SearchBar. Если мы посмотрим на приложение, то когда мы начинаем блистать, SearchBar он уезжает у нас. То есть он как будто бы у нас прилеплен к верхушке нашего CollectionView. Самый простой вариант это сделать мы просто здесь ищем вот у нас есть CollectionView ReusableView и перетаскиваем его на коллекцию и видите у нас появилась сверху такая вьюшка она прозрачная потому что в ней пока ничего нету и просто мы в нее уже добавляем SearchBar вот у нас элемент SearchBar мы перетаскиваем его на ReusableView надо только попасть чтобы вот так внутри чтобы было или вот так и все мы добавили SearchBar это выглядит примерно вот так вот у нас появились сразу два ворнинга так ему мы тоже зададим Constraint вот так у нас появились два ворнинга посмотрим так X-Club нам пишет что ячейка CollectionView должна иметь Identifier и точно точно так же ReusableView то есть вот это вот это объеха в которую мы добавили SearchBar она тоже должна иметь какой-то идентификатор просто добавим выбираем CollectionView и здесь здесь мы видим что есть поле такое Identifier и назовем его допустим фото так а наш SearchBar назовем Search Server все ворнинги ушли давайте теперь попробуем компилить проект и запустить его посмотрим на наш UI и и у нас появился NavigationBar мы видим переключатель GridList можем даже пощелкать но мы не видим никаких ячеек дело в том что для того чтобы какие-то данные CollectionView отобразил вот мы должны эти данные ему дать и так как мы никакие данные пока ему не предоставили соответственно он ничего не отображает поэтому в принципе результат ожидаемый так но мы помним что у нас есть второй экранчик поэтому нам нужен еще один ViewController этот экранчик у нас будет ответственный за то что он будет отображать просто картинку и теперь очень удобно нам нужно сделать как-то переход от одного экрана ко второму это можно сделать очень удобно мы выбираем ячейку и мы помним что переход должен осуществляться когда мы кликаем на какую-то из ячеек мы просто зажимаем Ctrl это я зажал Ctrl на клавиатуре и я перетаскиваю мышку от ячейки на ViewController и отпускаю потом и он мне предлагает создать Segu Segu это переход и вот нам надо выбрать Show это означает что этот переход будет осуществлен в стеке NavigationController и получается что на новом экранчике автоматически появляется NavigationBar и стрелочка назад и второй контроллер у нас сложно отобразить картинку поэтому мы просто кидаем на него ImageView точно так же делаем ее растягиваем на все доступное пространство добавляем 4 Constraint и вот и все в принципе наш UI готов у нас есть переключатель у нас есть CollectionView по нажатию на ячейку мы будем переходить на другой экран где у нас будет просто картинка отображаться стрелочка назад позволит нам вернуться назад и у нас есть SearchBar в котором мы будем вводить какие-то слова для поиска теперь создадим в коде два пустых контроллера мы нажимаем File New New File здесь выбираем какой Touch Class вот нам надо создать ViewController ViewController он наследуется от UIViewController и назовем его MainViewController это для главного экрана это у нас создался новый класс MainViewController и второй ViewController это для второго экрана назовем его PhotoViewController и теперь возвращаемся в наш Storyboard и вот здесь выбираем первый ViewController тот класс который был по умолчанию создан можем его в принципе удалить можно было его просто переименовать теперь первый экран нам надо установить поменять ему класс вот здесь есть класс и мы тут пишем MainViewController и для второго экрана пишем класс PhotoViewController теперь откроем только что созданные ViewController и удалим комментарии чтобы они не мешали вот этот метод DegresiveMemoryWarning он нам тоже не нужен это все можно удалить и то же самое проделаем для второго контроллера удаляем и здесь все удаляем вот мы создали два пустых контроллера и мы в принципе сверстали весь интерфейс который нам необходим теперь попробуем сбилдить приложение убедимся что все нормально что никаких ошибок не улазит да все хорошо в принципе мы можем перейти к следующей части давайте откроем еще раз вот у нас есть что мы будем делать сделаем новый проект это мы сделали подключим менеджер зависимости какого полца добавим проект библиотеки это сделано создадим UI для нашего приложения UI мы создали следующий шаг это загрузка и обработка данных из сети а конкретно от сервиса Flickr перейдем к этой части итак открываем MainView контроллер сейчас нам надо будет сделать метод который будет загружать данные от сервиса Flickr обычно в приложениях все эти методы они выделяются в какой-то отдельный объект который называется что-то типа NetworkLine но так как у нас простое приложение то мы опишем этот метод прямо во ViewController но мы все равно сделаем для этого extension extension это как бы расширение функциональности класса MainViewController и здесь сделаем пометочку что это у нас будет Networking то есть в этом extension у нас будут методы которые будут отвечать за работу сетью и собственно теперь перейдем к написанию самого метода у нас будет метод который будет так стоп чуть не забыл для начала создадим модельку что такое моделька моделька это просто какой-то объект который хранит данные и какие данные нам нужно хранить модельки ну очевидно это просто ссылка ссылка на картинку мы создаем новый класс Swift файл назовем его просто фото создали у нас создался пустой файл мы создаем структуру которую так назовем фото оставим ее пустой она мне нужна для того чтобы здесь методе сразу использовать ее в качестве ответа теперь пишем метод который у нас будет создавать вернее загружать данные это название метода потом параметры какие параметры мы будем передавать но мы знаем что мы будем передавать ему какой-то серф текст мы также знаем что серф текст может быть быстрым то есть когда мы первый раз захват приложения мы никакого серф текста не вводим тем не менее приложение нам загружает какие-то картинки поэтому серф текст может быть пустым значение по-моему и так как методы загрузки сети они все требуют какого-то времени потому что ну соединение там пока устанавливается пока загрузится это все поэтому как правило в них используются такие комплишен хендлеры то есть это хендлер это какой-то кусочек кода который будет выполняться после того как этот метод отработает сейчас мы создадим его у нас будет комплишен будет тоже необязательный параметр и в этом комплишене метод нам будет возвращать массив фоток который может быть тоже нила примерно вот так это будет выглядеть то есть что тут происходит у нас есть некий хендлер который называется комплишен и который будет возвращать массив фоток либо нил в случае если загрузка по каким-то причинам не удалось вот и для этого мы как раз создали эту пустую модель фото которую потом мы заполним уже необходимыми нам полями и теперь собственно нам нужно создать сам запрос мы подключим одну из библиотек которую мы установили в какого кодз а именно аламафайер чтобы подключить библиотеку нам надо написать импорт и начать писать название библиотеки вон она уже появилась аламафайер мы будем ее использовать но сначала нам надо понять вообще на какой урл нам отправлять запрос и мы открываем так мы открываем вот фликер вот и тут у нас есть урл вот api flipper.com сервисы средств и потом идут параметрами здесь допустим метод который мы вызываем ну и другие параметры поэтому мы берем вот эту ручку копируем и нам надо создать переменную уру которая будет типа уру вот примерно вот так то есть мы передали параметрам эту строку и создали переменную типа ура и теперь нам нужно сформировать параметры это будет у нас переменная параметра которая будет и по дикшнере дикшнере это словарь в словаре данные хранятся по ключу то есть есть ключ есть значение и теперь посмотрим какие параметры нам надо передавать откроем наш сервис фликер вот наш метод get list и мы смотрим какие параметры надо передать во-первых надо передавать опять вы можете получить когда зарегистрируетесь так потом смотрим дальше мы передаем пир пейдж это сколько фоток нам вернется на одну страницу вот тут я не вижу параметры метод сорт формат чтобы не писать все это руками мы сделаем проще я открою приложение которое использовалось для демонстрации мы просто оттуда скопируем потому что тут очень много писать вот эти параметры выглядят примерно вот так вместе с ключом сейчас я их скопирую потом объясню что тут происходит мы передаем первый параметр это метод мы передаем тот метод который мы можем вызывать а конкретно вот этот get list мы передаем ключ для ipi вот оно так выглядит вот пирпейдж это сколько фоток нам возвращаться на одну страничку пусть будет 20 пусть будет 30 вот формат дельсон и вот есть дополнительные параметры мы просим чтобы нам возвращали два параметра для урла один для маленькой картинки а другой для картинки побольше потому что если вы помните что у нас есть два режима отображения один grid там будет отображаться маленькие картинки и один режим у нас будет лист там будут отображаться картинки побольше вот это нужно именно для этого ну и теперь непосредственно у нас есть уру у нас есть параметры нам теперь нужно просто вызвать метод алама файл выпишем алама файл и квест и он у нас уладит подсказка нам нужно передать url нам нужно передать тип htp метода то есть это гнет пост тут и так далее у нас будет гек и параметры мы передаем параметры вот энкодинг хэдер с нами дальше нам надо сделать валидейт валидейт метод он проверяет он проверяет статус коды ответа то есть они должны быть диапазоне от 200 до 300 это означает что запрос выполнен успешно выходят другие коды значит что запрос выполнен неуспешно какие-то были проблемы и теперь мы делаем рейс контакта конкретных эндер так чтобы было удобно читать сделаем переносную новую строку он примерно так выглядит запрос с использованием библиотеки алама файл и строчки кода но не считая длинных параметров очень удобно понятно и теперь нам приходит резалт это некий результат нашего запроса и этот резал то он может иметь два состояния первое это успешно и второе это неуспешно и поэтому здесь мы делаем проверку мы делаем свитч резалт здесь у нас будет респонс, прошу прощения, респонс, респонс, ризалт и первый вариант это когда у нас запрос прошел успешно, называется success и второй кейс это когда он прошел неуспешно и здесь у нас обязательно будет ошибка которая нам будет объяснять почему запрос не прошел и теперь что происходит когда у нас приходит ошибка нам нужно что-то вывести ну очевидно что нам нужно вывести эту ошибку то есть вывод в консоли у нас идет при помощи метода просто пишем например фотос теперь нам надо вывести какая была шутка и у типа error есть такое такое поле localized description которое выводит локализованное описание ошибки в принципе этого достаточно чтобы понять что прошло не так нам надо вызвать если вы помните вот вверху у нас был completion нам надо вызвать его таким образом здесь передать неу потому что мы не получили никаких данных о completion нам надо вызвать потому что для того чтобы у нас обновился UI итак в случае когда у нас опрос не прошел мы обработали и теперь в случае успеха в случае успеха у нас есть какие-то данные и нам надо эти данные преобразовать в джейсон из этого джейсон уже распарсить и собственно получить получить то что нам нужно а нам нужны вот эти вот ссылки на картинке и мы будем парсить джейсон при помощи второй библиотеки который называется свифти грейсон для этого и предназначена очень удобная вещь и первым делом нам нужно получить джейсон из даты и у нас у нас есть объект респанс и в нем у нас есть такое property когда-то то есть это просто данный так скажем ответ вот и нам надо сделать следующее объяснить что означает карт сначала мы делаем он враг даты и теперь мы пробуем преобразовать дату джейсон итак что делает карт это такой удобный как бы механизм для того чтобы проверять какие-то значения обычно он используется в начале каких-то методов то есть другими словами мы пытаемся из объекта респанс взять property дата мы пытаемся сделать операцию он враг то есть property дата она у нас общину вот мы видим что тут стоит вопросительный знак а нам он не нужен общину нам нужен просто дата для этого надо сделать он враг и вот таким образом лет дата равно респонс дата мы делаем ангра и дальше мы из этой даты попытаемся получить джейсон мы используем объект джейсон это как раз такие из этой библиотеки свифти джейсон мы передаем ему дата вот и так как он может отвалиться с ошибкой то есть мы смотрим что здесь вот он может нам кинуть троус это означает что он может отвалиться с ошибкой такие методы чтобы вызывать нужно ключевое слово писать рай и мы пытаемся получить объект джейсон вот из этих данных и таким образом если вот это все отработало успешно то мы переходим выполнение нашего кода переходит вот сюда то есть здесь мы можем уже сделать вывести в консоль объект джейсон вот но если же нам не удалось получить от или дату преобразовать джейсон то у нас выполняется код который находится вот в скобочках и здесь собственно мы должны просто написать консоль что у нас произошла какая-то ошибка чтобы было понятно мы будем отлаживать предложение где она зуб как могут одну пишем что у нас произошла ошибка когда мы пытались напишем вот так и теперь нам опять надо вызвать комплексом передать ему неупык нам что никаких данных нет и после этого нам в принципе надо завершить выполнение когда мы можем делать просто артер и все нас получается такой сценарий случае когда нам приходит успешный ответ мы пытаемся извлечь из ответа данные потом преобразовать их джейсон и если это получилось мы будем просто выводить в консоль джейсон объект если это не получилось то мы будем писать что у нас случилась вот такая-то ошибка и вызывать комплишен ним и все здесь мы сейчас тоже сразу напишем нам надо вызвать комплишен пока напишем не вот на час главное добраться до суда и посмотреть что мы реально получаем джейсон от сервиса фликер давайте запустим приложение мы поставили точку останова то есть когда код исполнения кода дойдет до этого момента то включится дебаггер запускаем приложение у нас ничего сейчас не сработает потому что мы-то это все написали мы просто описали это все в методе а этот метод мы реально нигде не вызываем поэтому мы добавим его вызов этого метода прямо в видит лот видит лот срабатывает когда экран только загружается мы не передаем никаких параметров потому что нам сейчас не откуда взять текст для поиска и комплишен нас тоже пока не интересует все что нам нужно делать это просто вызвать этот метод и убедиться что мы дай доберемся от досуда и распечатаем полученный джекса давайте запустим так вот у нас загрузилась вот и у нас появилась ошибка мы до суда не дошли мы дошли до суда то есть у нас появилась ошибка которая написана что так error код минус тысяча два и он саппортит что-то не понравилось ему в нашем вырыли давайте посмотрим но если кто-то не догадался мы пропустили букву кейдж начале естественно по такому урл у ттпс он ничего не смог загрузить давайте запустим еще раз вот мы добрались до точки останова это означает что вот это вот эти все кейсы отработаны успешно ошибку никакой ошибки мы никакой не получили и у нас реально есть рисун объект мы сейчас его выведем в консоль q и вот смотрите что у нас там что-то очень много распечаталась давайте это скопируем ставим просто соблами посмотрим что нам пришло нам пришел такой джейсин то есть пришел статус окей какой-то массив фоток и тут есть тотал всего 500 картинок но на каждую всего 500 фоток но на каждую страницу мы выводим по 30 фотографий и это первая страница из 17 и теперь если раскрыть этот массив фото мы видим что тут вот такие вот объекты нас в этих объектах реально интересует только вот эти два параметра url q и url z вот мы их будем использовать один из них для маленькой картинки один из них для большой картинки все остальное нас не интересует если вы помните то в параметрах нашего запроса мы как раз таки указывали вот что нам нужны вот эти url q и url z отлично это означает что мы успешно получили ответ от фликер сервиса и теперь все что нам нужно это просто распарсить этот джейсон объект и сделать из него вот такие вот модельки которые мы создали ранее то есть эта структура фото сейчас мы непосредственно перейдем к ней то есть это это наша моделька данных и в ней будет два поля большая ссылка url большой картинки и url маленькой картинки все нам больше ничего не нужно будет мы так и назовем пик иметь это будет у нас строка и следующая property это снова имидж строка теперь мы сразу создадим метод метод при помощи которого мы будем создавать объект тракт передавая ему какой-то джейсон мы подключим библиотеку и в телете мы создадим и не то есть это метод инициализации объекта он будет вопросительным знаком это будет означать что он может возвращать нам нил в качестве параметра мы будем передавать ему какой-то некий объект джейсон вот и нам нужно нам нужно вот эти два поля то есть нам надо убедиться что мы будем использовать тот же самый механизм нам надо убедиться что мы можем извлечь из объекта джейсон вот эти два поля первый параметр это у нас url q и вот с библиотекой свифти джейсон работать очень удобно мы просто берем объект джейсон здесь пишем название вот как у нас здесь url q и просто говорим что это будет строка мы видим что строка optional поэтому нам надо делать ангра здесь мы извлекаем из джейсона строку который вот находится под ключом оверл q и то же самое мы делаем для второй второго урла вырыл за это делаем то же самое если нам не удалось получить вот эти две строки то мы говорим что нам надо вернуть не то есть объект фото он не может создаться но если все успешно то мы сохраняем то есть инициализируем вот такой нехитрый метод парсинга у нас будет и теперь у нас то на самом деле передается там массив так это мы пока удаляем тут все нормально так смотрим у нас будет такой массив такой массив фото давайте посмотрим ведь вот у нас ответ от сервера дальше у нас идет фотос и в нем у нас идет еще фото то есть у нас идет фотос фото и только там у нас идет наш массив и чтобы добраться нам до наших фоток нам надо взять объект джейсон здесь первое поле называется фотос а второе поле называет фото мы назовем это фото джейсон хорошо это просто у нас будет вот этот массив вот этот массив каждая запись в котором это отдельная фотография и теперь нам надо создать массив уже фотос но который будет уже нашей модельки нам надо взять массив фотос джейсон вызвать метод array value array value это как раз метод который позволяет нам вернуть массив здесь мы просто создаем объект фотос и параметра передаем ему здесь уже в комплексе мы возвращаем фотос так что тут произошло вот в этой стратегии где мы получаем фотос джейсон мы просто получаем джейсон объект который по сути является массивом таких записей дальше мы берем этот джейсон объект дальше мы берем этот джейсон объект извлекаем из него этот массив и применяем к нему оператор флэт мэп то есть есть очень два удобных оператора мэп и флэт мэп в свифте которые просто берут каждый элемент массива и применяют к нему то что вот находится в скобках а в скобках мы пытаемся создать объект типа фото вот а флэт мэп делает то есть мэп нам просто берет каждый элемент одного массива применяет к нему то что в скобках и создает новый массив а флэт мэп он делает он делает то же самое только если то что в скобках возвращает ним он это в массив не записывает так как мы знаем что вот наш и нет может возвращать нил то получается нам надо применять флэт флэт мэп чтобы у нас не было пустое значение массиве и то есть на выходе мы получаем просто объект фотос который мы запихиваем в комплишен вот мы видим что у нас комп лишь не как раз возвращается массив вот этих модель вот этих фото фото модели куткик и теперь если мы допишем здесь комп лишь он нашим методе который в виде длод комп лишь написывать очень просто мы просто ставим фигурные скобки здесь пишем фотос и означает что мы передаем хендлер и вот этот параметр мы называем фотос давайте просто распечатаем просто распечатаем фотос вот сейчас у нас будет компилятор ругаться но при этом все равно будет компилиться давайте поставим здесь breakpoint и попробуем запустить приложение итак приложение остановилось и мы уже видим вот смотрите внизу дебаг консолька вот эта и мы видим что у нас есть массив фотос в которых 30 значений почему 30 ну потому что мы вот здесь указывали параметр pure page у нас 30 то есть мы распарсили ответ создали массив из модели фото и вот он нам вернулся мы можем его распечатать что мы увидим давайте посмотрим в этом мы видим что мы видим что у нас вот такие вот объектики тут сидят вот flicker клиент у которого есть big image url у которого есть small image url и у каких объектов у нас тут 30 штук то есть реально наш парсинг сработал и у нас есть у нас есть уже данные и теперь следующий наш шаг мы будем эти данные отображать в нашей collection view так ну тут у нас вопрос ответ всегда 500 брл возвращает или можно задать количество это вы что имеете ввиду ответ от flicker сервиса а я понял это вы имеете ввиду вот это да вот то что у нас здесь total 500 да я не знаю это надо посмотреть полазить на этом на сайте flicker и посмотреть почему там 500 можно ли это поменять или может быть там может быть можно ты еще получить это надо просто полазить по сайту посмотреть что он там присылает может какие-то параметры если это я так сходу не знаю почему там 500 прислал 500 и прислал и сейчас мы добавим прежде чем мы перейдем к нашей коллекции мы добавим индикатор загрузки в наше приложение да кирилл наверно по умолчанию я то что думал индикатор загрузки это стандартная вещь которая показывает что происходит какая-то сетевая активность то есть вот этот пока у нас этот метод отработает пока там все распарсится проходит какое-то время и самый главный принцип в мобильных приложениях что если идет какая-то операция долгосрочная чтобы я не в коем случае не как-то не зависал не блокировался и чтобы он отображал пользователя что происходит какая-то активность поэтому мы сейчас добавим ее индикатор и для его добавления мы будем использовать одну из библиотек подключенных а именно mb прогресс хат если вы помните там скрины выглядит это примерно вот так вот то есть вот такой индикатор у нас будет появляться на время загрузки давайте подключим прямо здесь на библиотеку mb прогресс хат теперь нам что нужно сделать нам нужно сделать следующее перед тем как вызвать этот метод фич фликер фокус нам надо отобразить прогресс хат и он будет крутиться пока у нас будет работать сетевой запрос и как только сетевой запрос отработает а когда сетевой запрос отрабатывает у нас происходит комплекс вот этот который мы передаем как только отработал сетевой запрос нам надо убрать этот прогресс хат соответственно таким образом мы будем отображать его только на время работы этого сетевого запроса ну мы сейчас делаем еще небольшой метод здесь то есть вот этот метод у нас загружает непосредственно сами данные а второй метод у нас будет вспомогательный здесь мы пока удаляем создаем метод фото точно так же мы в него передаем все текст какой-то вот вот комплекс она у него не будет и вот этот метод который мы написали фликер фотос он будет вызывать вот этот метод фликер фотос но только добавлять активить индикатор то есть вы видите это будет примерно так мы пишем мб прогресс хат это вот как раз таки мы используем класс из библиотеки у него есть метод вот show edit to view здесь просто пишем view это корневая вьюха с анимацией таким образом мы отобразили индикатор и теперь нам надо запустить непосредственно фич фликер фотос теперь вот интересно мы сюда просто передадим search текст который пришел с параметров теперь нам нужно отключить индикатор соответственно это делается следующим образом мб прогресс хат вот видите хайп фугу диктейшн ю аниме трю вот примерно вот так и x код нам ругается он говорит что ошибка что в комплексе на хендлере надо обязательно использовать цель мы делаем даже вот так мы делаем xl и здесь с вопрочительным знаком это делается для того чтобы не было ретейн цикла только нам надо сделать и сам враг ретейн цикл это такая штука когда в блоке указывается ссылка допустим на сам объект и реально происходит как бы зацикливание и объект не может освободиться из памяти то есть если у нас произойдет ретейн цикл то у нас view контроллеру никогда не выгрузится ну это отдельная тема memory management в ios и конкретно проблема ретейн цикла там можно очень много рассказывать поэтому если кому то интересно то можете просто загуглить сначала почитать в общем про memory management а потом уже про ретейн цикл и поэтому правило такое что если нам надо использовать self в каких-то completion блоках то мы всегда используем big self то есть мы используем слабый указатель на себя а вот это вот эта строка guard strong self равно self else return она просто берет big self и unwrap это его то есть из optional превращает в не optional и так значит в этом что у нас тут происходит мы показываем индикатор загружаем данные сети и потом в комплексе блоки просто убираем этот индикатор и все и после этого в комплексе блоки мы можем наши данные скормить collection чтобы она их отобразила но для начала мы убедимся что сейчас мы напишем например здесь сейчас мы убедимся что наш индикатор правильно работает по идее сейчас при загрузке мы его видим а мы его не увидели потому что мы удалили метод из видит лога но теперь нам надо вызывать не хэш фликер фотос а гид фликер фотос никакого сервис текста мы не передаем потому что его пока нет запускаем приложение вот мы увидели активити индикатор и вот мы сейчас и обратите внимание в консольке написано success это значит что код мы успешно добрались вот до суда что у нас все все отработало сетевой запрос отработал и активить индикатор исчезть в принципе это была наша задача отобразить и куда-то активить индикатор вот то есть что мы имеем на текущий момент давайте посмотрим мы добрались до последнего пункта отобразим загруженные данные в приложении то есть данные сети мы загрузили и обработали их то есть распарсили у нас есть теперь массив моделек и теперь нам надо отобразить этот массив моделек в нашей коллекции и потом последний пункт это добавить этот переключатель раскладки и переход на новый экранчик так чтобы отображать данные в коллекции мы создадим переменную это у нас будет массив фото которые мы получили то есть это будет массив здесь будет фото и значение по умолчанию у нас будет пусто, то есть в начехле у нас пустой массив но теперь когда мы загрузили фотки от flickr сервиса вот здесь мы здесь сохраним их то есть у нас будет фото равно те фото которые мы получили и у нас будет ошибка потому что здесь у нас приходит в completion handler у нас приходит optional то есть там может прийти нил а здесь у нас переменная не optional поэтому нам надо делать unwrap для этого мы делаем вот так мы просто проверяем если нам ряд если нам пришли фотки если там нил то мы их запихиваем мы их сохраняем себе фото равно фокус и после этого мы можем спокойно перегружать нашу коллекцию который кстати говоря у нас пока еще нету вот мы сейчас как раз до этого добрались мы создали коллекцию не только в стари борде но вью контроллер у нас нет то есть у контролера у нас пока ничего не знает о коллекцию поэтому мы ее создадим для того чтобы связать view контроллер со стари бордом нам надо создать так называемый альбе алкет написать это примерно так здесь у нас будет коллекцию и тип будет юай коллекцию и мы открываем наш storyboard выбираем вот здесь наш коллекцию видео здесь он выбрался нажимаем правой кнопкой на него и вот здесь есть outlet reference outlet это как раз то что нам надо это как раз наша связь с ю контроллером и мы просто перетягиваем на view контроллер отпускаем и видите здесь появляется коллекцию view то есть это как раз то property которые мы здесь в ходе написали и вот здесь кружочек становится заполненным это дополнительный индикатор того что мы связали storyboard с view контроллером и теперь собственно чтобы работать с коллекцию нам нужно что сделать нам нужно нам нужно реализовать в нашем view контроллере такой протокол который называется коллекцию new data source в этом протоколе находятся некоторые методы которые говорят коллекцию сколько элементов например и как ну как отобразить каждый элемент и как правило хорошим тоном считается какие-то дополнительные реализации протоколов запихивать в отдельные экстеншены то есть мы создаем новый экстеншен который будет реализовать протокол collection view data source здесь можно даже добавить индикатор что это у нас вот эти вот комментарии которые начинаются с марка они просто помечают помогают размечать код вот если вы нажмете наверх то действительно у нас вверху идет flicker client flicker client main view контроллер но у селекшен если нажать на новом селекшен у нас здесь будет список всех property и методов здесь property отмечены буквой p а методы отмечены буквой n и когда мы добавляем такие комментарии с марком они позволяют нам вот так красиво таким разделителем отделять некоторые участки кода друг от друга и это сейчас у нас в контроллер 78 строк ну допустим когда он разрастется и будет больше то очень удобно будет так группировал группировать методы допустим по какой-то функциональности и у нас x-код ругается что у нас view контроллер обозначен как обозначен что он должен реализовать протокол data source но он реально не реализует его поэтому мы перейдем на этот протокол и посмотрим какие методы нам надо реализовать вот есть метод number of items in section он не помечен как по он не помечен как общину это значит что он обязательный и второй метод который является обязательным это селфа айта от индекс пас мы можем просто скопировать эти два метода вернуться в нашу контроллер сюда и вставить ну ладно давайте сразу будем нормальные данные писать так мы добавили два метода первый метод нам был нам ворвай танцы он спрашивает сколько элементов у нас будет в секции у нас будет только одна секция и в ней будет какое-то количество элементов и соответственно надо отобразить столько элементов сколько у нас элементов в массиве фотос поэтому мы ему просто возвращаем фотос каунт каунт это как раз количество элементов в массиве второй метод этот с этим методом просто все второй метод посложнее он хочет чтобы мы вернули юай коллекцию силу то есть мы вернули ячейку которая настроена определенным образом чтобы коллекцию ее отобразил и давайте мы создадим кастомную ячейку которую мы будем использовать мы создаем новый какого класс нас следоваться будем от юари легче ну и назовем нашу ячейку фотосел все фотосел создали исследуемся от коллекцию сил и и если мы помним то в нашей ячейке всего один ее элемент это имиджью которая у нас растянута на на всю область ячейки поэтому здесь фотосел нам надо создать только один аутлет который будет называться например фото имиджью который будет типа и а имиджью вот в принципе все так теперь смотрим дальше возвращаемся к нашему методу сэлфо айтем и здесь мы используем такой стандартный метод нам надо сначала получить какую-то ячейку которую нам надо настроить и ячейку нам вернет коллекцию у него есть метод вот это дикю приюза был сел и у детям требует какой-то идентифир если вы помните то идентифир у нас указывается в репорте если выбрать фотосел то здесь мы видим что это фотосел то есть он так и называется фотосел наш идентификатор поэтому здесь мы ему напишем фотосел а индекс пас у нас приходит в методе поэтому мы просто передаем индекс пас и как этот метод нам просто возвращает какую-то некую ячейку соответствует вот этому индекс пасу но нам надо чтобы она была нашего определенного типа поэтому мы ее сразу будем преобразовывать фотосел в принципе мы тут можем ее вернуть тогда компилятор успокоиться ошибки не будет чтобы у нас не было никакого краша нам надо в сториборде убить у нас фотосел заходим в property здесь у нас идентификатор а здесь у нас класс и мы тут ставим что у нас тоже класс фотосел то есть класс фотосел этот класс который мы создали вот у него есть один аутлет на имиджу и теперь мы можем связать вот это имиджу который мы добавили на правой кнопкой нажимаем создать новый аутлет перетягиваем на фотосел и здесь появляется вот фото имиджу она тут появляется потому что мы указали что это наш кастомный класс то есть мы получили эту ячейку сделали каст фотосел и возвращаем ему и вот здесь вот где у меня курсор здесь просто у нас будет некий код который на должен что сделать взять из нашего массива элемент который соответствует этому индекс пасу взять оттуда url и передать его в ячейку а ячейка потом в ячейку смысле вот в эту фотосел а фотоселл должна по этому url загрузить картинку то есть вот такой механизм так поэтому нам прежде всего нужно создать в нашей ячейке метод который будет принимать url загружать картинку мы создадим просто property которая так и будет называться имиджу и она будет типа string же можно общем нам нужно что сделать нам нужно написать блок бицет который будет происходить в том случае когда поменялось значение вот этого property имиджу и рл и теперь когда у нас поменялось имиджу и рл у ячейки нам надо загрузить туда настоящую картинку и в этом нам поможет библиотека kingfisher последняя из библиотеки которую мы загружали она очень элегантно может это сделать если нам пришла картинка если имиджу если мы смогли сделать он в раб имиджу и смогли получить из этого уже настоящий урок если вот это нам все удалось сделать то мы просто берем имиджу который у нас есть который называется фото имиджу здесь пишем кф кф это как раз расширение из библиотеки кингфишер ставим точку и делаем с этим имидж из ресурс придаем ему уже противном случае то есть если имиджу был нил то есть у нас операция андропа не произошла мы уберем вообще картинку которая была и если какая-то была загрузка из сети мы ее остановим добавим в ячейку еще один метод который нам нужен который называется prepare for use он называется когда мы начинаем скроллить наш коллекцию на самом деле в коллекцию там допустим может быть очень много элементов то есть в коллекцию ее может отобразить там 200 например ячеек но он не сразу 200 их создает он создает только те чеки которые видны на экране допустим на экране у нас помещается 15 ячеек а всего их 200 и коллекцию он создает 15 ячеек а по мере того как мы скроллим он как бы их переиспользует рейс такой механизм происходит и вот когда у нас происходит механизм рейс нам надо обнулять имиджу р.л. для того чтобы у нас произошла вот остановка загрузки иначе у нас может получиться так что мы загружаем картинки и пока не грузится мы начинаем скроллить наш коллекцию и потом картинки загрузились реально этих ячеек уже не видно вот и они начинают отображаться в других ячейках потому что происходит механизм рейс не знаю насколько понятно и объясню как тут так работает теперь вернемся к нашему методу который у нас конфигурирует ячейку дают селфу айтам от индекс пас и что нам в нем нужно сделать перво-наперво нам надо получить саму модель у нас есть массив моделек у нас есть фотос мы берем индекс пас ров прессоровый дайте когда в смысле в индекс пас у нас есть секшен это секция есть тролл это ячейка так как у нас всего одна секция то мы секцию опускаем у нас интересует только ролл так мы получили фото и дальше нам нужно просто взять эту ячейку и в параметр имиджу р.л. запихнул какой-то из кириллов допустим смог имиджу р.л. все после того как мы это сделали ячейка она уже знает как загрузите и саму картинку то есть она будет использовать этот метод из кингфишера сет имидж таким образом по идее она должна уже отобразить нам картинку давайте проверим что это сработало запустим наше приложение и ничего не отобразилось почему давайте посмотрим по коду и так во виде длоды мы вызываем метод get flippers фото он загружает нам фотки вот давайте проверим что здесь мы доходим до этого момента что мы реально получаем фотки мы можем сделать он враг и присвоить их переменной во вью контроллере так это есть ну собственно решение следующее после того как мы сохранили фотки переменной во вью контроллере нам теперь нужно перегрузить нашу коллекцию view потому что вначале у нас массив вот так был вот пустой там не было никаких элементов и collection view ничего не отобразила а теперь когда элементы появились нам надо теперь перегрузить коллекцию есть такой замечательный метод который называет крыло так она перегружать свои данные она заново дергает вот эти методы дата сорса вот и допустим теперь посмотрим так у нас по-прежнему ничего не работает у нас отработал метод пойди у нас перегрузилась перегрузилась коллекция но почему-то у нас ничего не работает но будем либо жить посмотрим где у нас проблему то есть поставим точку останова здесь убедимся что возвращается нужное количество элементов и и здесь посмотрим что у нас загружается так и мы видим что какая проблема вот эти методы они вообще не вызываются то есть ни один из методов дата сорса у нас не вызвался соответственно коллекция она не знает что сколько у нее там какие у нее данные вообще а произошло это потому что мы забыли указать коллекции то есть вот у нас есть collection вот наша collection если мы правой кнопкой на не нажмем то мы видим что тут у нее вверху есть два поля дата-сорс и делегат дата-сорс это как раз то что мы сейчас чем еще занимались мы сделали так чтобы наш вью-контроллер он являлся дата-сорсом для коллекции поэтому можем смело отсюда перетянуть на вью-контроллер и вот он тут появился меню контроллер теперь попробуем запустить наше приложение и мне кажется должно заработать так загружается коллекция о надо же появились картинки но смотрите как они отображены совсем не так как как мы хотели то есть они они просто просто каким-то списком вот но тут много свободного места между ними какие-то вот зазоры то есть не совсем то что нам нужно было для того чтобы было то что нам нужно нам надо чтобы нашю контроллер он стал он реализовал еще один протокол который называется collection new flow layout и это тот протокол который как раз таки отвечает за раскладку как отображаются идите мы добавляем так я и здесь можно также поднять и чтобы у нас был красивый код давайте посмотрим какие методы есть в этом протоколе так написал я прошу прощения ай 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 коллекция и или гей фл а а а а а а но и а приkes дата Так, и здесь нам нужно вернуть CG Size, который будет указывать на размер конкретной ячейки. И если вы помните, запустим наше демокриложение, у нас получается, что ячейка, она квадратная, и размер ячейки равен, и ширина экрана разделить на три, у нас получается три ячейки в одном ряде. Вот, поэтому мы вот сейчас так и пропишем. То есть у нас будет Item Width, ширина одного объекта, и мы берем просто Collection View. Нам нужно получить ширину всей Collection View, мы это получаем через Bounce Width. Нам нужно разделить, сколько у нас там было? Три, да? Разделить на три. Так как у нас ячейка квадратная, то нам надо просто вернуть CG Size. CG Size у него есть Width и Heads, и мы возвращаем Item Width, и здесь то же самое. Просто возвращаем такой квадратик. И для того, чтобы у нас заработал это делегат, нам надо стать делегатом Collection View. Нам надо еще добавить, что нашу контроллер может быть делегатом для Collection View. Но так как тут все методы optional, нам реально не нужно ничего реализовать из них. Но в Storyboard нам надо указать, что делегатом для этой коллекции все-таки является наш ViewController. Вот, мы обозначили, что ViewController. И теперь, чтобы проверить, что этот метод работает, поставим тут точку останова и запустим наше приложение. Так, все, дебаггер включился. То есть реально эти методы вызываются. Уберем точку, продолжим и посмотрим, что получится. О, получилось интереснее. У нас уже два ряда. Третий почему-то не поместился. Но дело в том, что по умолчанию между ячейками есть вот такой Space, да, зазор. И он как вертикальный, так и горизонтальный. А так как мы делили ширину экранчика на три, то из-за того, что тут образовался зазор, у нас третья ячейка уже не влезла. Поэтому нам надо эти зазорчики просто убрать. Мы можем это сделать двумя методами. Можем реализовать это в делегате, ну то есть здесь в протоколе, реализовать определенный метод. Либо просто в сторип ордене. Выбираем наш Collection View. Выбираем так. Вот, открываем вот эту линейку. И вот видим, что тут у нас есть минимальное расстояние между ячейками и между линиями. Мы ставим 0 и там и там. То есть нам не нужно это расстояние. Попробуем теперь запустить наше приложение. Посмотреть, что получилось. О, получилось то, что нужно. Мы видим, что ячейки нужного размера, никаких зазоров нет. Вон их 30 штук. Но, чего мы не видим, так это мы не видим сержбара вверху. Хотя место под него есть, а самого сержбара нет. Для того, чтобы появиться наш сержбар, нам нужно реализовать один из методов делегата. Вернее, дата-сорсов. Или делегата. Так. Я помню, как этот метод называется. View for Supplementary. Так. Вот этот метод нам нужен. Мы его добавим здесь. Итак. Ему нужно вернуть View для Supplementary Element of Kind. В общем, звучит все сложно. На самом деле, все проще. Так. Мы возвращаем здесь Reusable View. Вернее, мы создаем Reusable View. Который будет UI Collection. Reusable View. Здесь ее будем возвращать. Вот, и он перестанет ругаться. Вот. Вот здесь передается такой параметр, как Kind. Это строка. И этот параметр, он указывает, то ли это header у нас для Collection View. То есть, это верхняя, да, вьюшка. То ли это footer. То есть, это вьюшка, которая внизу. И так как это просто строка, то ее и сравнивать надо со строкой. Упишем, и есть такой, есть такая константа. UI Collection View. Collection. Collection Element. What Kind Section Header. Вот. То есть, если, если это header, то нам надо делать Reusable View. Получить от Collection View. The Queue, Supplement Review of Kind. Kind. И Reuse Identifier. Помните, мы там писали? Section. Нет. Мы писали там Search Header. Сейчас я вам покажу, где. Вот у нас есть Storyboard. Вот у нас есть Collection. Вот у нас есть Collection Reusable View. И у нее Identifier. Кадер, вот Search Header. Мы его сюда прописываем. Search Header. И здесь передаем EditPass. И все. Ведь что тут происходит? Мы проверяем, что если нам это получить вьюшку для хедера, то мы получаем ее вот с таким идентификатором. Давайте запустим. В идее, сейчас должен появиться наш Search Bar. Вот он, Search Bar. Отлично. Единственное, он пока не подключен. Поэтому нажимаем на кнопку Search Header и ничего не происходит. Но, по крайней мере, он уже появился. Сейчас мы сначала закончим с нашей раскладкой. Если вы помните, то у нас там есть переключатель Grid List. И по нажатию на него нам надо поменять раскладку. Поэтому для начала давайте подключим. Мы подключим наш сегмент Control, который у нас в Navigation Bar. Мы создадим IB Action. IB Action – это такое обозначение для методов в Xcode, которое говорит о том, что с этим методом связано какое-то из событий UI элемента. То есть у UI элемента произошло событие, например, на кнопочку нажали, и, как правило, вызывается метод IB Action там во вью-контроллере. И нам нужен IB Action, и назовем моего сегмент. 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 Эмичт. Здесь у нас будет сегмент. Control. Теперь идем в Storyboard. Ищем наш Control. Вот он. Правая кнопка нажимаем. Нажимаем. Вот у нас есть. Вот у нас есть событие, на которое он реагирует. Вот Send Events. И нам нужно событие Value Changed. Это означает, что у него поменялось значение. То есть кто-то его переключил, у него поменялось значение. И поэтому, когда его переключили, он генерирует событие. И вот вью-контроллер у нас подписался на это событие теперь. И теперь здесь мы можем добавить какую-то обработку. А что нам тут надо добавить? Нам реально тут надо реализовать какой-то механизм, который нам поможет переключить нашу раскладку ячеек с сетки на список. Для начала мы сейчас просто убедимся, что у нас все работает. Вот тут напишем, например, Hello. Запустим приложение и посмотрим, что по переключению сегмента у нас в консольке пишется Hello. Смотрите внимательно на консольку, переключаем. Да, вот Hello. То есть по каждому переключению у нас генерируется событие. Мы теперь его обрабатываем. Давайте теперь вернемся к раскладке. У нас два типа, да, раскладки есть. Сетка и список. И чтобы у нас так все было красиво, сейчас мы здесь заведем такой Enum. Enum это, то есть перечисление, да, он в принципе есть во всех языках программирования, наверное. И назовем его LayoutType. Вот. Этот Enum будет типа Int. И два значения будут, Светка и Список. И то, что мы тут указали Inc, означает, что у каждого кейса будет значение. И по умолчанию у первого кейса будет значение 0, у второго кейса будет значение 1. Вот. И теперь идем в этот метод. А, теперь мы делаем следующее. Мы добавляем во Vue контроллер новую переменную, которая будет называться LayoutType. Которая будет типа LayoutType. Которая будет отвечать за то, какая в текущий момент раскладка. И по умолчанию она будет значение принимать грид. То есть, когда мы запускаем наше приложение, у нас включена сетка, да, грид на сегменте. И поэтому здесь тоже значение будет грид. И когда у нас переключается сегмент, мы будем менять этот LayoutType. И теперь как нам, как нам получить LayoutType из сегмента. У сегмента есть такое свойство. Это просто индекс выбранного сегмента. Да, LayoutType у нас и ну. Поэтому нам надо так-то инк преобразовать в ну. Это делается просто, у него есть такой метод инициализации, который называется ROWL, которому надо скормить Int. Мы сюда передаем SelectIndex. Единственное, что здесь он возвращает optional. То есть, вот этот метод инициализации NUMMA, он возвращает optional. А наша переменная, она не является optional. И поэтому нам надо... Что нам надо сделать? То есть, если у нас инициализация не удалась, нам надо просто указать дефолтное значение. И таким образом, через два вопросительных знака, мы можем указать дефолтное значение. То есть, это будет грид. Теперь компилятор не будет ругаться. То есть, что произошло? По перекреплению сегмента мы взяли индекс. Индекс нового сегмента. Попытались из этого индекса создать наш LayoutType. И если получилось, то мы его сохраним в LayoutType. А если не получилось, то мы засунули дефолтное значение грид. Вот, теперь для чего нам нужен LayoutType. Вернемся к этому методу, который у нас идет. Вот здесь, SizeForItem. И реально посмотрим, чем отличаются вообще эти раскладки. То есть, тут у нас ячейки квадратные, и у нас три ячейки, как бы в одной стречке. А здесь у нас ячейки на всю ширину. Вот, в принципе, эти две раскладки просто отличаются размером ячейки. И все. Поэтому нам надо сделать здесь такую хитрость. Просто сделать, если текущий LayoutType равно грид, то и сетка. Мы возвращаем то, что у нас было в противном случае. То есть, если у нас не сетка, а список. Мы должны вернуть просто что-то другое. И что мы вернем? Мы вернем Pseed Decide. Вот, сразу сделаем WitsFate. Когда у нас список, у нас ячейка такой же ширины, как и вся коллекция. Поэтому мы тут возвращаем в Collection View Bounce, Wits. Высота. Высоту мы задаем, да, как-то кастомно. То есть, мы можем поставить, например, Wits. Вот. Проверим, что все комплинируется, все нормально. То есть, теперь у нас этот метод, он возвращает разный размер ячейки, в зависимости от того, какой у нас выбран LayoutType. А LayoutType у нас меняется, когда переключается сегмент. И теперь, соответственно, когда сегмент переключился, мы меняем LayoutType. И что нам нужно еще сделать? Нам нужно еще перегрузить коллекцию. Мы помним, что это делается так. Collection View Reload. Теперь попробуем допустить и проверить, что там у нас заработало, а что нет. Итак, по умолчанию у нас сетка. Сетка у нас нормально показывается. И теперь нажимаем на лист. О, и у нас переключается. Только видите, у нас картинки растянутые, и они плохого качества стали. Это происходит потому, что здесь мы загружали маленькие картинки. А когда мы переключаемся на лист, нам надо уже загружать картинки побольше, чтобы качество изображения было лучше. Так, и как мы это делаем? Мы это делаем очень просто. У нас есть метод вот self-item. Это индекс.пасс. И здесь мы передаем, вот в ячейку мы передаем всегда smallimg.url. А нам надо передавать, не всегда smallimg.url, нам надо иногда передавать bigimg.url. И это реально зависит от того, какой у нас layout type сейчас включен. И поэтому здесь мы будем действовать так. Если у нас layout type равно сетка, мы передаем smallimg.url. А если у нас не сетка, то мы передаем bigimg.url. Вот это упрощенная запись if-else. То есть аналоги этого есть во многих языках, если вам не знакома эта конструкция. То есть здесь у нас идет условие, потом вопросительный знак, и это срабатывает, если условие верно, двоеточие, и эта часть срабатывает, если условие не верно. То есть если layout сетка, то маленькие картинки грузим, если не сетка, то большие. Вот в принципе и все. Давайте попробуем. Мы сейчас увидим, что качество картинок в списке, оно стало другое. То есть здесь картинки нормально отображаются, и здесь, видите, они тоже нормально отображаются. То есть это больше не маленькая растянутая картинка, а это уже большая картинка. Единственное, что какие-то деревья кривые стали. А где у нас эта картинка с деревьями? А они и тут кривые. Мы можем еще посмотреть такой пункт. В каждой имиджу у нее есть. Вот, контент-мод. Который отвечает за то, как отображать картинку в этой имиджу ее. То есть имидж ее может быть большая, а картинка может быть маленькая. И тогда в зависимости от контент-мода она будет либо растягиваться, либо она будет посередине, либо она еще как-то будет отображаться. Вот тут несколько вариантов. И нам надо, чтобы картинка сохраняла свои пропорции, чтобы она не скажалась. Но в то же время, чтобы она заполняла все пространство. Чтобы у нас в ячейках не было пустых, пустого места. Поэтому мы поставим Aspect Fill. А, кстати, сразу раз уж мы тут. А здесь мы поставим Aspect Fit. Это будет означать, что картинка должна вписываться в имидж ее. Вот. Ну, потом мы видим, как это работает. Так, и сейчас мы запускаем приложение. Итак, сетка у нас нормально отображается. Список. Надо посмотреть на деревья. Тоже нормально отображается. Все. То есть теперь у нас есть переключатель, grid list. Все отлично работает. Картинки подгружаются, видите? Вот. Осталось нам только настроить наш search bar. Вот. Так, для того, чтобы у нас заработал search bar, наш ю-контроллер должен стать делегатом этого search bar. Мы сделаем это в отдельном экстеншене, как обычно, мой ю-контроллер. Search bar. Так, search bar. Delegate. Добавим наш любимый марк. Посмотрим, какие мы туда есть делегати. Нам нужен тот метод, который срабатывает по нажатию на кнопку search. А вот он. Search bar. Search button clicked. Cold. Encrypt. Search button pressed. То есть вызывается, когда нажата кнопка search на клавиатуре. Это то, что нам нужно. Его подвискиваем. Вот. Перейдем в storyboard. Выбираем наш search bar. Правой кнопкой. И перетягиваем делегаты на view-контроллер. Отпускаем. Все. Делегаты установлены. Теперь этот метод будет вызываться, когда мы нажали на search. И что нам нужно в этом методе? В этом методе нам нужно следующее. Во-первых, нам надо убрать клавиатуру. Это делается так. Resign. Resign first responder. То есть когда мы нажали на search, нам надо убрать клавиатуру. И послать новый запрос на сервер. С тем текстом, который мы ввели. Если вы помните, то у нас есть метод getflickerfotos. У которого есть параметр search text. И мы просто передаем ему. Search text. Текст из search bar. И все. И он будет данного дергать метод getflickerfotos. Который у нас уже знает, как отображать активность индикатор. Который знает, что делать с фотками. И что надо потом перегрузить коллекцию. И проверим сейчас, как это работает. Вы что-то совсем не пишите вопросов. Не знаю, может быть, уже все отключились. Просто я тут один рассказывал. Или может быть, ничего не понятно. Поэтому вопросов нет. Так, ну давайте. Вот наш search bar. Здесь мы напишем, что да. Так, вот это. Клавиатура. Нажмем search. Смотрите, клавиатура закрылась. Activity индикатор появился. Но данные не поменялись. То есть попробуем еще раз. Попробуем ввести какое-то разумное слово. Данные остаются теми же самыми. Давайте посмотрим, в чем дело. Так, вот у нас метод, который загружает. И дело в том, что этот метод, он всегда вызывает вот этот метод. А в нем картинки меняются, наверное, но не так часто. То есть нам постоянно возвращают одни и те же картинки. Если вы помните, то в описании у нас было указано, что мы будем использовать два метода. То есть, это когда мы передаем, когда мы не передаем никакого текста для поиска. И второй метод, и второй метод, и второй метод FlickrFotterSearch. И дело в том, что сейчас мы просто его не вызывали еще. И поэтому нам нужно сделать следующее. Нам нужно поменять вот этот параметр, вот этот метод, в зависимости от того, передали мы какой-то search текст или нет. Вот, сделаем мы это следующим образом. Во-первых, мы тут сделаем var. Var от лет отличается, я думаю, вы знаете, да, чем. Лет это константа, var это переменная. И x-код нам сразу ругается, что переменные параметры, она никогда не менялась, поэтому поменяйте ее на лет. Но мы-то ее будем сейчас изменять, поэтому мы пока не будем обращать внимания на это. И теперь смотрите, если нам передали search текст, то есть у нас search текст, он может быть new. То есть как нам понять, есть там значение или нет? Мы делаем такую композицию, которая называется safe unwrap. То есть мы получаем значение из optional через key flat. И если там есть какое-то значение, то нам надо поменять вот этот метод на другой. И мы делаем это следующим образом. Мы пишем параметр. Здесь указываем метод, то же самое. Вот. Здесь мы просто пишем... И получается, что когда передают search текст, мы меняем метод в параметрах. И следующий момент, что раз вы нам передали search текст, нам надо еще добавить параметр текст. Да, я это знаю. Ну вот я открываю Flickr API, нахожу тут photos, photos, search. Photos search. И вот смотрю, какие тут параметры передаются. Я вижу, что тут есть текст. Вот. И понятно, что это как раз таки текст для поиска картины. И сюда я передаю тот текст, который мы вводим. Получается, что когда нам передается текст, мы меняем метод. И мы добавляем еще один параметр текст. И теперь, по идее, картинки должны прийти другие, если мы введем какое-то слово для поиска. Давайте проверим. Так, допустим, тут пишем pet. Нажимаем search. О, у нас загружаются кошки. Переключаемся на лист. У нас загружаются кошки вот так. Так. Ну, все, вроде все работает. Давайте, допустим, идем car. Загрузились машины? Все, в принципе, UI подключен полностью на главном экране. Но мы помним, что у нас есть еще второй экранчик, который срабатывает, когда мы нажимаем. Он и сейчас срабатывает, но он сейчас, видите, пустой. У него ничего не отображается. Давайте уже доделаем его и будем заканчивать. Итак, за второй экран у нас отвечает PhotoViewController. И его задача очень простая. Просто загрузить картинку и отобразить ее в этой имиджу. То есть мы точно так же подключаем KingFisher, как мы и действовали в мячейке. И чтобы передать сюда картинку, нам надо создать переменную. Вернее, property, которая будет в фото. Да, фото. Делайте общую, чтобы он не просил. Потом нам нужно создать Outlet. Я уже буквально не попадаю. Outlet для PhotoImageView. Мы действуем по аналогии, как мы действовали в мячейке. Просто делаем имиджем. Так, теперь нам надо в storyboard это подключить. То есть вот в нашей имиджью мы создаем ReferenceOutlet. Здесь PhotoImageView появилось. И теперь что нам нужно сделать, как мы делали в ячейке. Мы просто берем вот так вот. Во виде длограмм вставляем. Только у нас будет не имидж URL, а у нас здесь будет. Если Photo равно Photo, а URL равно Photo, big image URL, то установить. Outlet подключен. Параметр есть. Картинка загружается. Последний момент это коммуникации между view-контроллерами. То есть по нажатию на ячейку у нас происходит переход от одного экранчика к другому. И соответственно от одного view-контроллера к другому. И мы можем передать какие-то параметры. Для этого есть метод Prepare for Save You. Вот. Он с override, поэтому можно делать так. И теперь мы здесь что делаем? У нас есть некий сейки. Это объект, который отвечает за переход от одного экрана к другому. И мы делаем следующее. Мы должны получить объект view-контроллер того экрана, на который мы переходим. на фото view-контроллер. И он хранится у нас в сейки destination. И вот сейки destination у нас типа view-контроллер. Но мы должны проверить, является ли он не просто view-контроллер, а именно photo view-контроллер. То есть код внутри этого блока X работает только в том случае, если мы переходим на photo view-контроллер. Во всех остальных случаях, если мы переходим на какие-то другие view-контроллеры, этот код срабатывать не будет. И внутри этого кода нам доступно photo view-контроллер, переменная, и у нее есть вот property photo. Теперь нам надо откуда-то взять это property photo. А для того, чтобы ее взять, нам нужно сначала получить индекс пасс выбранной ячейки. То есть у нас переменный индекс пасс. Мы берем collection view. Когда на какой-то ячейке collection view происходит нажатие, collection view запоминает вот этот индекс пасс нажатой ячейки. И получить это можно при помощи метода индекс пасс for selected items. И вы видите, что он возвращает массив, который к тому же может быть new. Поэтому мы пытаемся получить первый элемент этого массива. Но так как там может быть new, то нам надо тоже делать операцию в раз. Смотрите, что произошло. Сначала мы попытались получить photo view-контроллер из SEGA, да, destination. Потом мы попытались получить индекс пасс из выбранной ячейки. То есть не из выбранной ячейки, а вот из метода индекс пасс for selected items. Если и то, и то с тобой было, то мы можем спокойно взять, нажимать сейф фоток и делать выборку по этому индексу. Сейчас проверим, что это все компилится. Ну и теперь попробуем запустить. Для надежности поставим ту точку останова и посмотрим, как это все отработает. Итак, мы пытаемся перейти. У нас срабатывает этот метод. Вот. И мы можем прямо построчно. Так. Вот первая строка отработала. Это означает, что SEGA destination действительно является photo view-контроллером. Теперь пытаемся получить индекс пасс. Вот мы получили индекс пасс. Мы видим, что он у нас появился, здесь внизу в консольке появился объект индекс пасс. Ну и теперь мы передаем фото из массива фоток. Давайте просто продолжим. И у нас появляется вот тут картинка. Как она тут появляется? Ну она заново загружается. Но прелесть библиотеки Kingfisher в том, что если она один раз загрузила картинку, то второй раз она просто берет уже из кеша. Поэтому картинка там отображается мгновенно. На два раза одни и те же картинки не загружает. Вот допустим, птички. Да, мы видим, что реально все работает. Мы нажимаем. Картинка соответствует тому, что мы нажали. Из списка точно так же переход работает. Уводка. Вот. То есть, в принципе, мы получили приложение, которое соответствует тому, к чему мы стремились. То, что было показано, да, в демо. Ну, пожалуй, наверное, все. Будем на этом заканчивать. Давайте посмотрим. Все. Отобразили загруженные данные. Да. Ответы на вопросы. Ну, вопросов немного. Уложились два часа кое-как. Кирилл написал, что все запутано. Ну, может быть, действительно все запутано. Кирилл, простите. Может быть, вы еще раз посмотрите потом запись вебинара. И вам станет чуть понятней. Если у вас какие-то вопросы появятся уже после вебинара, то вы, в принципе, можете у меня спросить через сайт. Здесь на Geekbrains можно отправлять сообщения. Можете смело мне писать. Вот. Код. Весь код приложения у вас есть на GitHub. Пожалуйста, скачивайте. Пробуйте, разбирайтесь. Если будут какие-то вопросы, можете пересмотреть какую-то часть вебинара еще раз. Если все равно не поможет, то смело пишите мне. Объяснение очень доступное. Ну, спасибо, Кирилл. Я старался как мог. Вот. Это мой первый вебинар, так что, если что-то не так, я прошу прощения. Ну, еще раз повторюсь, что, да, я открыт для любых вопросов. Пожалуйста, пишите, не стесняйтесь. Спасибо вам большое за внимание. Да, на этом будем заканчивать. Все. До встречи на следующих вебинарах или на курсах. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok